Там, где неоновые дети шагают в рай, Ты меня держишь и поёшь теплого май. Просто неоновые дети шагают вниз, Это ещё один твой гриф. Что чувствуешь, выходя на сцену? Какие эмоции испытываешь? Денис, на самом деле я ощущаю, что это всё ненадолго. И я точно знаю, что мы с Егором очень долго просто боролись за то, чтобы нашу музыку услышали, за то, чтобы нашу музыку поняли хотя бы слегка. И мы как бы оказались хотя бы чуть-чуть в центре внимания на некоторое время. Конкурс каверов, как всё начиналось, и основные итоги. Конкурс каверов, наверное, это самая амбициозная задача, которую я когда-либо перед собой ставил. Я считаю, что у меня получилось. И причём не только у меня, а, конечно же, и у тех людей, которые мне очень серьёзно в этом помогали. Это, конечно же, Евгений, наш продюсер. Это, конечно, Наташа, наш менеджер. Егор периодически говорил, что всё это фигня и что ничего не получится, и никому не будет это нужно. Но потом он понял, что чуть-чуть заблуждался, потому что люди действительно отреагировали. И я не думаю, что только вот 5000 в качестве приза являлось, как сказать, достаточным стимулом для того, чтобы люди стали это делать через «не хочу». Наверняка они это делали, реально испытывая желание. Огромное спасибо этим 16 смельчакам, этим девушкам и парням, которые это всё так или иначе нашли в себе силы, нашли возможности. Кто-то записывал на студии, кто-то записывал дома. Каждого очень сильно ценю, респектую каждому. Спасибо вам огромное. Зачем нам новые миры И звёздного ручья? Услышь, как плачет изнутри земля. Вольно, все сразу плачут. Победа и все льнут друг другу. Вольно, все маски прячут. Поверь мне, в мире всё по кругу больно. Держи воля, 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 воля. Держи воля, 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 воля. Приход продюсера, планы на будущее. На самом деле, Женёк, на мой взгляд, удивительно подходит нам. Это очень талантливый сам по себе человек. Он тоже пишет стихи, он тоже творческий, и он по энергетике нам очень сильно подходит. Я думаю, что действительно что-то будет, и это будет что-то замечательное, потому что он очень светлый, и ему, мне кажется, позволят сделать то, что не смогли другие. Живые концерты, реакции, публики после пандемии. У нас было два живых концерта. Один был в рок-баре в Рейнбурге, другой был в такой локации под названием Дом в Рейнбурге. И там, и там собралась какая-то публика. В любом случае, что я хочу сказать, у нас особенная публика, у нас очень необычные люди. Всегда и всегда какие-то такие знакомства происходят, которые ты просто потом не забываешь. Очень много странных персонажей у нас всегда на концертах. Наверное, потому что мы сами по себе являемся такими непростыми людьми. И я очень сильно обожаю нашу публику, потому что а кто мы без людей, которые будут подпевать наши песни? Кто мы без них? Мы без них вообще никто. Мы пустота из звёздной пыли, скажем так. То есть люди, которые приходят к нам на концерт, уже сразу для нас являются частью той вселенной, которую мы для них создаём, о чём мы поём, и насколько мы действительно ощущаем этот мир. мы очень… Я уверен, что я имею полное право говорить это и за Егора тоже. Мы всегда будем благодарны тем самым нашим поклонникам и поклонницам, которые находят силы, находят время, едут до локации, где мы выступаем, до места нашего вступления и создают неповторимую атмосферу концерта. Это просто нереально важно.